Субтитры создавал DimaTorzok У меня все-таки были отпуска, и все-таки так получилось, что я был без спортивных гор, но в горах-то я бывал довольно часто и довольно много. Наверное, в основном я бывал в горах. И первое открытие, которое мы сделали в моем кругу, это Зимний Кавказ. Но только небольшое лирическое отступление. Во всех моих дальнейших приключениях на Кавказе или еще где-нибудь еще были женские команды. Первой в этой команде была моя жена Галка Котова, потом там появилась Нина Алексашина, жена моего друга Лёва Алексашина, а потом там появилась моя дочь Татьяна. И все эти женские команды показали себя прекрасно. За все наши приключения, которые бывали в горах, никто из них не пищал, никто их не упал духом, никто из них не совершил какого-то такого трудного поступка, который, может быть, скажем, что они трусят, не трусят, не знаю. Все было нормально, они были очень хорошими партнерами. И вот теперь немножко про Зимний Кавказ. Зимний Кавказ мы открыли в 61-м году, если я не ошибаюсь. Мы попали в Алибек, попали диким способом, устроились за домиком в Алибеке. Ну и просто я вам покажу одну фотографию, красивую, которой я горжусь, какие блестящие ветки под лучами солнца Алибека. И Галка среди полей Алибека на горных лыжах. Это первый эпизод. А следующий год мы попали в легендарную хижину, которая так сильно была воспета Висбором, известной вам песней. Лыжи у печки стоят. Вот так получилось, что в этой хижине я оказался случайно, потому что вот тренировались на склоне недалеко от хижины, и мой тренер Любаня говорит, ну давай, Лев, еще раз спустимся. Но еще раз я и спустился, и получил травму ноги довольно сильную. И меня пригрели на хижине. Там была очень интересная группа архитекторов, среди них строитель отелей горного типа в Донбайе, Сева Перченков. Там была его жена Лена Поленова, кстати, дочка того самого художника Полена. Много других интересных людей. Вот они меня пригрели. Вот одна была интересная вещь. У них, ну, в те времена молились на книжку лыжи по-французски. Слово «гадиль» было почти словом таким вот, волшебным тоже словом. Они нарисовали огромнейший плакат, который я вам показываю, где вот «гадиль». Это вот на что молились, на «гадиль» молились. И вот травы слева в виде иконы, эти были картинки журнала «Уродов» в те времена модного, польского журнала. Вот. А потом было открытие Терскола, который он встретил таким потрясающим плакатом, посвященный Ленину, который писал «Хорошо на горах зимой, но заведите лыжи и по горам обязательно, там Россией пахнет». Плакат, я сфотографировал специально для памяти, наверное, сейчас такого плаката мне не увидишь. Ну и там интересные были, мы жили в первый раз в гостинице «Идскол». Галка там сумела спуститься первый раз на лыжах с Чигета, это было замечательно для человека. Ну и мы встречали Новый год с Константином Симоном, который встречал Новый год в отеле «Идскол». Ну и последнее наше житье в видеом Кавказе было в кафе «Ай». Мы просто жили в гостинице при кафе «Ай», питались там же, ну и катались. Ну и интересно, там было посиделки женщин, которые на веранде перед кафе, вот так глились на солнышке, кто-то вязал, кто-то болтал. Эту фотографию я тоже вам показываю. Ну вот, здесь пока поставим точку. Я сердце оставил в фанских горах Теперь бессердечный хожу по равнинам И в тихих беседах, и в шумных пирах Я молча мечтаю о синих вершинах Когда мы уедем, уйдем, улетим Когда оседлаем мы наши машины Какими здесь станут пустыми пути Как будут без нас одинокие вершины Лежит мое сердце на трудном пути Где гребень высок, где багряные скалы Лежит мое сердце, не хочет уйти По маленькой рации шлет мне сигналы Когда мы уедем, уйдем, улетим Когда оседлаем мы наши машины Какими здесь станут пустыми пути Как будут без нас одинокие вершины Какими здесь станут пустыми пути Как будут без нас одинокие вершины Я делаю вид, что прекрасно живу Пытаюсь на шутки друзей улыбнуться Но к сердцу покину тому моему Мне в фанские горы придется вернуться Когда мы уедем, уйдем, улетим Когда оседлаем мы наши машины Какими здесь станут пустыми пути Как будут без нас одинокие вершины Какими здесь станут пустыми пути Как будут без нас одинокие вершины Я сердце оставил в фанских горах А сейчас я прокомментирую те картинки Которые вы видели на слайд-шоу Которое только что перед вами прошло Ну, первое Лагерь Цей Где Галка получила значок Альпини СССР Первой ступени Она его честно заработала Честно заработала Дальше Было очень интересное путешествие по фансским горам Оно было сразу до экстримом Потому что представьте себе Мы в горах были вдвоем Никого с нами не было Никих попутчиков Никого И мы никого не боялись Потому что мир был тогда небоязливый Мы встречали таджиков Они только нам вовлывались Или предлагали подвезти Наш груз или самих на ослах И говорили Танга не надо Единственный такой экстремальный момент Со которым мы проходили Это было в щели Зиндон По дороге к озеру Алло Большое Алло Там было как в начале века Какое-то страшное землетрясение Которое загородило сверху Сделало такое озеро Алло Озеро после большого землетрясения Но в щели Зиндон Ни капли воды Ни травинки Ничего Один голый камень Голый камень Представьте себе Взрывается поток воды И все это заливает Деваться там некуда Вот такое тоже Интересное наблюдение Ну и последующее приключение Мы с Ниной Алексашиной И с Галкой тоже Ехали в ущелье Ехали сначала нормально Добираясь в ущелье в Шабло Где шла Альпиняда Мои Вот Но случилась такая вещь Что в Шабло Прошло несчастье У Нина Алексашина Там был муж Львов Алексашин Но начал торопиться И мы для того Чтобы сократить дорогу Сошли с пользу На каком-то полустанке Нам Ткач Вадим Каза дал кроки Маршрут Чтобы идти туда И мы вышли в тайгу На Алтай Без карты Без компаса В общем-то Без запасов еды Шли мы шли Бодро-бодро Красиво-красиво Но кадеты начали мы Видимо сильно будут дать Потому что Начали спускаться Вдоль какой-то речки Сверху пожар У Нины Алексашиной Поднимается температура Тупик Продуктов почти нет Ну и тут Появляется нам Уйти до понимания Что нужно уметь отступать Мы вернулись Как в некой исходной точке Внимательно подумали И нашли правильную дорогу И уже включили Нормальный лагерь Ак-труб И нормально жили И там Нас накормили Такое В основании памяти Огромная Скварда яичницы Из которой Всех угощали И нас тоже Немножко угостили Дальше был Лагерь Ак-труб Ну и последний эпизод Который в этом же Показе был Это Потрясающее путешествие Уже с моей дочерью Из Баксана Через перевал Ахсу Вместе Все было вроде ничего Но я скажу сам по себе Что спуск С перевала Ахсу Был немножко жутковатый Снизу шел туман Дороги не было видно И если бы не поднявшись К нам на встречу И группа Минина Я бы сомневался Можно ли туда спускаться Потому что кругу Очень крутой сброс Снизу И не видно Дальше никакой перспективы Однако Там еще была Дочь Винокурова Винокуров сам Вот моя Татьяна И сын Саша Сахарова Никто из них Не дрогнул У меня только В душе была дрожь На Москву Селись нормально Потом бы попали вместе Побывали вместе Очень было интересно В этом отношении Когда я смотрю фильм Как это Вертикаль 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 И соответственно Эти эпизоды Потому что Все что видел я Осталось в фильме Вертикаль Все что я видел там Ну вот На этом я бы Кончил здесь И сказал бы Следующее Можно продолжать дальше Помимо Высоких гор Кавказа Транских гор Алтая Были еще Крымские горы В нашей жизни И в юные годы Тане Мы облазили Весь в городах И Тане Получил бы даже Первый В роте скалолазания А в 90-е годы Уже прошлого столетия Мы облюбовали Поездки в Форос Небезызвестный Форос И там Мы нашли Чудеснейший маршрут По рекомендации Местных людей Это Подъем По известной лестнице Шайтайн Мердвен Воспетый Пушкиным Дальше Поход по имской дороге До Форосской церкви Замечательные путешествия Вам рекомендую Точка Вот я рассуждаю Про себя Что мне дал Что мне дал Альпинизм Он конечно дал мне Очень много И адреналин И личное впечатление И красота природы Но наверное Самое главное Богатство Которое я вынес Из альпинизма Это мои друзья Товарищи И мои наставники Которые меня учили Уму и разуму В процессе моей жизни В альпинизме Поэтому начну я С наставников Первым наставником Который Меня привел В альпинизм Потому что он был Тренером По гимнастике В МИ Это Уткин Борис Матвеевич Он же был Начальником Нашего отделения Когда мы были В альпинизме Первый раз В дальнейшем Мы с ним Не контактировали К сожалению Был очень интересный Человек Бывший фронтовик Вкурил свою трубочку И был Не многословен Но Очень многое умел Следующий человек На моей дороге Это был Волченко Владимир Никитич Командир нашего отряда В Олибеке Первого Который нас вывел На панораму Чтобы показать Красоту Олибека Он был Очень эффектным Молодым человеком Тирольская шляпа Тирольские штаны Причем Это было Зарубежное На самом деле В общем Очень был Большой красавец К сожалению Такой красавицы В их фотографии Найти не мало В дальнейшем Нашел только фотографии За бородой Он много преуспел В своей жизни Но Даже в старшем возрасте Значек альпинист Второй степени Это была Видимо такая вещь Следующий человек Фотография Которую я могу показать Гвалия Александра Ярдановича Но я покажу Плакат При входе В лагере Лебек Который Говорит О его Такой Грузинской Умении построить Фразу Умение Сказать Что-нибудь Умное Он к нам Очень симпатизировал Нашей команде Из моей И Я промню до сих пор Его Потрясающую речь Которую он сказал Вручая нам Значки альпинист СССР Первой ступени Речь была Очень патетичная Где он говорил Что это самый дорогой Значок В его жизни Ну и вокруг этого дела Был грузинский Такой Высокий стиль Разговора Гвардия Александра Гвалия Александра Ярдановича Это был Альпинист Еще до военного стажа А после этого Были люди Более близки Мне Кирилльцам Самойло Он был Мой научный Руководитель Одновременно Он Много Работал Вместе с нами В альпсекции Мои Просто на тренировках Вместе Мы не ходили Ну а к тому же Он заразил Нашу альпсекцию Мои И командовал КБМИ Водными лыжами Которые Он просто нас Однажды покатал Ему заразились И это дело Медлили у себя Ну и наконец Мой шеф Мой гуру Алексей Федорович Богомолов Который был Мой начальник По всей моей Работе Но одновременно Был альпинистом Почему Альпинистом С довоенным стажем И я с ним Встретился в горах Где-то такой В 60 В 50 Наверное В третьем году В 53 Или 54 Не помню точно Где мы получили Обдук в тык На Китаринском совете Я Делал восхождение На пикап Где Была большая Непогода И меня ругали За то Что я не спустился Вовремя А Богомолов С Кузнецовым С Кузнецовым Они поднимались Семенова Баши И тоже В непогоду Застали там Поэтому мы получили В месяц Совместный Такой вот Нагоняй Тренерского совета Вот это Наставники Что касается Моих друзей То к сожалению Друзей Которым могу позвонить Осталось очень мало О ком я Хотел бы сказать Я сказал Это записано Такой ролик Его название Это ролик Я вывешу На плакате В этом видео Чтобы вы могли Еще раз Его пересмотреть Там было много Хороших товарищей Увы Их уже нет А те С кем я сейчас Созваниваюсь Не хватает Пальцев на руке К сожалению Вот Ну и По этому поводу Я хочу сказать Вот что Мы конечно Встречались Разные времена Либо встречались На тренировках Где-то такое На Воробьевых горах Либо Мы расходили Встречались На слетах На воле Либо на Байдарах Весенних Но в дальнейшем Когда мы стали Простаршим Мы встречались Либо у Гопчанских На даче Где собиралась Очень большая компания Поскольку У нее очень большая семья Либо у Аликсашина И фотографии Эликсашина я вам покажу Вот Ну и Под занавес Я хочу сказать следующее Поскольку Это мое личное Послание А не посвященное Какой-то моей работе Я бы хотел сказать Что Мои Уважаемые И любимые Соратники По съемке этих Роликов Татьяна Львовна И Ольга Александровна И в июле Восполняется Определенное День рождения И поэтому Я их поздравляю И этот ролик Я посвящаю им Чтобы они об этом Помнили Что они со мной работали Кончили этот эпизод Поздравляю их с днем рождения Татьяна Львовна Люблю себя со мной Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин